Видишь как? Это на канонические 66, а это на 11 лет экономических. 16 человек, 5 лет мне надо. Видишь, как искать? А на электронике-то не было. Если этой нету, то ничего и нету. Когда симфоний не было, а мне надо истераховать. Какая глава? Какой стих? Я заново начинаю считать всю книгу, чтобы найти это место. Проходит там полгода, где-то опять коснулось, нету. Опять начинаю считать, искать, по пункту выписки. Глаза хребет, отследует, нет. Здесь нет ни одного этого. А в этой нету этого. Они вместе со старой полной книги. Сейчас можно засчитать, посмотреть потом. Ладно. Вот так. Вот, взял такое положение. Можно глянуть быстро. Да. Горнигородское. У меня более четкий жирный шрифт. Все тоже самое. Размер, букв я все взял отсюда. То есть форма издания. Семьдесят первый год. Ну так переизданное сколько раз. Угу. Хорошая. Лучше этой симфонии я не встречал. Экономично. В двадцать пятом году они сделали этот пункт, да? Да. Брали. Брали. Немецкое. Картандас называется. Да. Если ты занимаешься Библией, ты никуда ни шагу не сделаешь. Вчера мне надо было узнать молитву и молиться сразу. Несколько раз проверил. Сразу внезапно. Это означает. Но в Библии нет этого слова. Это означает, что его нельзя употреблять опыт. Все. С сегодняшнего дня день начинает упоруляться. Божья милость и будь не грешна. Создравляю Господи. Помилуй меня. Бесчеславец и грешил Господи. Прости меня, грешила. Ты помилуй. Достойная есть якова истинного блажительства, Богородицу, пресноблаженного и пренепорочными, Матерь Бога нашими. Счастнейшую Херувиму, славнейшую. Воистину Серафим. Безысление Бога. Слово Рожише Исущею. Богородицу Тебе величайне. Слава Тебе святому духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи благослови. Воскресе измертвое Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей Матери, Силой Честного, Животворящего Креста, Святых Ангелов наших Хранителей. И всех ради святых. Помилуй и спаси нас. Их благослови. Их человека любец. Аминь. Боже, милости, будь мне грешен. И создава меня Господи, помилуй меня. Бесчиславис и грешил Господи. Прости меня грешеной. Помилуй. За молитвы святых отец наших Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Боже, очистим и грешим, Век и не коли же благое сотворив пред Тобою. Но избавим от лукавой, Добыта в ней воля Твоя. Да не осужден на Тебя из устами, И достойно восхвали имя Твое Святое. Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешитель, Души истинные, Иже везде сли, вся исполняй. Сокровища благих и жизнеподателю, Прииди и всели со мной. И очистим им всякие скверные. Спаси и блажь души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святые Бессмертные, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приснанье во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святых, посети и солени и мощи наше имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Спотому, Духу ныне и присны, во веки веков, аминь. Отче наш, иже, если на небесе ягда светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущий дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же ему и оставляем дожняков нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богу, ибо Твое и Сарство, сила и слава во веки, аминь. Уставшая от сна, преподаем тебе блажь, ангельскую песню, пеемте сильный, свят, 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 святый си Божий, Богородицу и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрай сна, воздвиняйся, Господи, умой, просвети и сердце, уснивая, отверзивая, жепетите, святая Троица, свят, 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 святый си Божий, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присна, и во веки веков, аминь. Внезапно, Господи, я приеду, и каего же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи, свят, свят, святый си Божий, Богородицу и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Осна, восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому играет Твоя благость и благотерпение, не прогнелся на меня, любивый и греш, не помилуй меня с беззаконием моими. Но человеко любца, если обыча, и внеща, и внеща, и неближащего, вознилуй меня си, воеже утрените, славословите державу Твою, ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поуча, и со совесел Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Те во исповедание, и свердейшем, воспевательство, святого Игоря, Твоя, Отца и Сына и святого Духа, ныне и пресла, и во веки веков, аминь. Приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся Христу, Цареве, Богу нашему, приидите поклонимся и преподем к самому Господу Христу, Цареве и Богу нашему. Семьдесят седьмой псалом Внимай народ мой, закону моему, преклоните ухо ваших словам уст моих, открой уста мои в притче, и произнесу гадание из древности, Что слышали мы, и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скромь от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав и якобы, и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, родоупорному и мятежному, неустроенным сердцем, и неверному Богу Духом Своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия, и отреклись ходить за кони Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он перед глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Циан, разделил море и провел их через него, и постав в воду стеною, и днем ввел их к облакам, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне, и напоил их, как из великой бездны, и скалы извел потоки, и воды потекли, как греки. Но они продолжали грешить перед Ним, и раздражать Всевышнего в пустыне, и скучали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога, и сказали, «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот, Он ударил камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему?» Господь услышал, и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев подвинулся на Израиле за то, что не веровали в Бога, и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше, и отверз в двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангелский ел человек, послал он пищу до сытости. Он возбудил на небе в восточный ветер, и навел южной силой своей, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверки среди стана их, около жилищих. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устахе. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юноше Израилю их не зложил. При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам его, и погубил дни их в суете, и летая в смятении. Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили ему устами своими, и языком своим лгали перед ним. Сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал все ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне, и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Циан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жарили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикамор их льдом. Скот их предал граду, и стада их молнием. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие посольства злых ангелов. Уровнял стезю гнева своему. Не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. И повел народ свой, как овец, и ввел их, как стадо пустынею. Ввел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которая стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилю поселил в шатрах их. Но они еще искушали, и огорчали Бога Всевышнего, и устав его не сохраняли. Отступали, и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный луг. Огорчали его высотами своими, и истуканами своим возбужали ревность его. Услышал Бога, и восклонился дневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, в Скинии, в которой обитал между человеками. И отдал в плен крепость свою, и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогнился на наследие свое. И юноша его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин побежденным вином. И поразил врагов его в тыл, в вечную страму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал. А избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида раба своего, и взял у них дворов овчих. И от дующих привел пасти народ свой, и Якова, и наследие свое Израиля. И он пас и чистоте сердца своего, и руками мудрыми вводил их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне Христиану и Тебе веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотився, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати, ведь если бы Ты за дела спас меня, то это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизреченным в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидеть смерть его веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменишь же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей, пусть она отвечает, пусть она оправдывает меня, пусть она соделает меня участником Слова Твоей Вечной. Да не похитит же меня сатана и не похвалится тем, что отторгнет Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой, скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, чрево Матери моей, сподобуй меня, Господи, ныне возлюбить Тебе, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану Больстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господи, Богом Иисусом Христом во все дни жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставлю на блестину мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь мне грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на пыль спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покрытие бедной мою души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем-то грешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принуть Бога никаким грехов. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил у меня страхи своем и садил у меня рабов, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, оконят меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые и хуйные помышления от несчастного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси плавями страстей моих, ибо я не счастлив. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и расповоди от всякого злого воздействия, ибо Ты благосовен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога, она святого водителя Божия, ибо мы все одна к Вам прибегаем, скорого помощника, молитвенника, моя душа, наша. Владородица, Деба, радуйся, обратно на море, и Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод шрева Твоего, я кородила Иси Христа, спасся, избавитель и душа, наша. Непобедимая божественная сила, щаснага, жертвовящего креста Господня, не остави над грешем уповающих на тяга. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары, и Твое сохраняя крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, Павел, Отца, Господи, Родители, Сродника, Благодетия, Митрополита, Илариона, епископы Евтихии, Вениамина, Агафангела, Диамина, Датифона, Антония, Священный Илья Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Владимира, Василия, Максима, Владимира, и Глеба, не дай погибнуть, Яков, Евгения, Александра, Михаила, и епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска, Корнея, Александра Диадора, митрополита Тихона, и весь священнический иночийский чин, и высший истинный служитель миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и найда еще священника, разденного свыше, как угодно тебе, смири власти бодестных, наведи страх твой на них, и через их сотвори благое церковь Твоей, умудри их издавать добрые законы, дали достойно жить людям, чтобы было еще держать нуждающиеся, от покушения их сохранить, преобразуя из сердца, дали духовное рождение Владимира, Михаила, Джозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена, Амана, и дару мира Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, где война смуты не тужи, этого Алексея усмири, открой ему глаза на бездну, которую ведут людей, слава тебе, Боже, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить уможить наши таланты, дарованные тобою, без всего пощинам добрых помощников, наставников, советников, и в этот день помоги нам прожить безгрешно, не нарушая заповеди Твои и от непосильных искушений. Между нами да будет мир, любовь и согласие по Слову Твоему, и труд наш сделай полезным и безопасным. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Господи, сохрани наши жилища и селения от пожара, воров и чистой силы. И благослови живущих здесь Андрея, Игоря, Игоря Сергея, Владимир Владимирович, Власть и Людмилу, Любовь, Владимир Алексея, Иосифа, и нас, предстоящих перед Тобою. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марина, Никиту, Щадрик, Виктора Сергея, Севастьяна, Людмила, Иосифа. И всех побуди на проповедь Евангелия, на распространение благой вести. Мы родственные надежды, Валентина, Екатерина, Екатерина, Галину, Анастасию, Наталью, Егене, Роману, Михаила, Нина, Михаила, Анна, Алексея, Юрия, Арахим, Ездору, Руси, Карсавель, дамы доброй истинной Христову спасительную вела, дамы не верить, дружище, пророк. Я стою, Господи, Сергея, Сергея, Александра, Александра. И приготовь душу людей к окрещению святому. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Усмири буйства врагов и злословия, препятствия благовестию, закрой их лживые уста и разруши их дьявольские замыслы. И в судный день не помяни их безумия. И ты уже смиряешь их. Слава Тебе! Благослови благодетели наших, воздаем добром всей жизни и будущей. Елену, Елену, Людмилу, Наги, Евгения, Наталью, Надежда, Юрия, Горя. Посети болящих, дай силу безропотно перевести страдания. И пошли в исцеление Илариона, Кирилла, Сергея, Алексея, Игоря Горелила, Надежда, Людмила, Дмитрия, Татьяна, Алексея, 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 Анатолия, Абрати, Благодаря себе, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни, под Вим благоволение. Все это может оказаться на пользу спасения души нашей. Найди отступников, возврати их к истине путь. Михаила, Николая, Александра, Юлия, Евгения. Слава Тебе, Боже. Путешествия, Шхарисова, Виктора, Благодаря Своей. Найди все наше родство. Идокию, Валентину, Ильину, Татьяну, Марку, Ниву, Олю, Ильину, Марину, Татьяну. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Вот займилось Тебе всем, кто эти помещения строил. И мы вошли в их труд. Слава Тебе. Сохрани наше сокровище в интернете их администрацию, расположить нам. И книги здесь, и в Кутии, и трудящихся на этом поприще Благословия Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Дмитрия, Сергея, Андрея, Вячеслава, Владислава, Роман, Емель. Еще пошли помощи, которые все наши сокровища сделают доступными для людей. Хвала Тебе, наш Господь. Обратите Макфея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никита. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебя, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваум. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышии Богу. На земле мир, человек от благоволения. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов на каноны церкви, как на истину. Гвоздай вечности всем милостивствами, кто трудился от моей души в возрастании к Тебе. Марию Стефану, Александру, Михаила, Иоанну. Господи, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, присадива Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, покроем оформлены любви от зависти, от недобрых людей. Вознай вечности милостивами Твоим и всем, кто помог совершить на бессоветском путешествии. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежды Людмила, Сергея. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога, он не грешен. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинясь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу мы по мутарствам, страшным и непонятным, и веди я навеки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, претещен Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители бедности. Имея пропитание, одежду быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, мы во всем экономному помогать нуждающимся. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирный киски чудотворец, образ скрутости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да будут приняты молитвы Твои о людях и животных. Да сохрани Господь всю нашу жизнь, обречающую нашу жизнь. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Иерусей, Инох, Моисей, Самуила, Арон, Ио, Али, Ной, Иосиф, Патриархи, Езер, Ниеме, Амус, Наук, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Осия и Али, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрак и пророк Михей, Авраам, Исаак и Ахов. Да исполнит Господь духом, пророческим церковь свою. Да будет приходит его нашу отшествие не застанут с неготовыми. Но чтобы выше на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хевовимы и серафимы и все небесные силы престолу Божию предстоящим. Да даже Господь нам жаждует исследовать Священное Писание, ибо через их мы думаем жизнь вечна, а не свидетельствовать о Тебе. И все апостолы, которые поездают Гриста, и Марк, Лука и Анна, молите Бога. Святые мученики, мученицы, Игнатий Болгоносец, Поликаб Смирский, Кюрсиль Философ, Касмай Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Антирский, Анфимий Кобедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемов, Сорок святых мучеников, Сарь Николаевский, тое царское семейство, Владимир, Великолепный, Иосиф Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антиреста, начало правду. Украти буйство, сатанинские замысли Белой Геоса, помогающих ему, и потупи народ об опасности, тестирования. Вакцинизация, щепизация. Все это приводит к посарению антихриста и к смерти человека духовной и телесной. Упокою Господи в обительных небесных художных, отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресенье жизнь вечную, отошедши от жизни всей, родителей, сродники, все православные христиане. Ибо есть человек, который живет из ними и не согрешил бы. Простим всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Молите Бога на Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Галтаус, Афанасия Великий, Брянсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тоборский, Ян Кронштадтский, Ян Шархайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепи и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысля ретиков Господи, разруши, развеи, в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла первого мужчины, Сапатина Сомалина, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Сокрея, Наталья Адриана, Варвара, Екатерина, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Адроник Июня, Киприяна Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь, и женам, и девам, послушание, молчание, целомудрие, и стерливость, и сохрани хосяческого поругания, и нас вижу. Исправь непокоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанна. И прими, Господи, нашу молитву, возняй рук, как жертву вечернюю, благопханья, и приятной перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе, на небе и на земле. О, всемогущий Создатель, Господь и Бог наш, прими молитву всех, молящихся о нас во благо нам, и исполни их, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий, пролитой крови, Сына Твоего, Единородного Иисуса Христа, за наши грехи. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышать раб Твой. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Это далеко, ехать надо. По грязи не проехать еще вот. Сделаем по-другому. Еще одну щурку возьмем туда. Два человека будут работать, подносить оттуда и рубить. Оставлять самый острый, что делал Николай. Двое. И когда мы три поставим, а эти рядом и четвертой жердью и которая мелочь отрубается, она у нас сейчас никуда идет. Ее так же самое втыкают в землю, и нижний ряд самый главный плотный будет, а потом, когда глина тоже подсохнет, подвозить будут, тогда у нас соломы и здесь запечатают. У нас весь материал поет, а потом для крепости этой жерди, которая есть, несколько свайл можно забить. У нас избыток этих свайл. Горится? Это крепко, проще будет. И весь материал мы используем. И самое главное, у нас будет плотно там, потому что мелочи много, и она в самом низу, и волна не будет больше попадать туда, она не будет белик размывать. К этому, что мы делали, сделать вот это. А и так наше дело, оно проникает, да и мы еще не можем сделать. Одну ветку не загнешь. Она должна быть лазар. Это такие в лагах растут. Они мягкие, такие гнутся легко. А тут еще говорить в воде. Только надо ветки все, хорошо это запомнить, все стыкать, чтобы они были воткнуты. И тогда жердию все это привязать. Надо проволоки где-то достать, привязывать и прикручивать, чтобы прибивать это, и привязывать, чтобы никак она не оторвалась. Где есть, на жерди где-то, пройти вот этот угол надо, вот как выходить, переулок. Зайти с той стороны, в которой у меня колобани, это все прочистить. А раз мы эти жерди будем привязывать, можно, где вчера были мы, там, которые более толстые, их можем все забрать. Там еще около 20 можно набрать. Вот так. Тогда у нас эта, ну, работа будет серьезнее. А так мы еще, мы все сделали. Но тогда придется, так как жердь идет отсюда, ставить вертикально, без всякого наклона, если только наклон, только чуть-чуть. Сварь. Сварь. Иначе нам отсюда и не прибить. И как? Потому что, когда мы будем все ветки, которые обрубают, такие ставить, которые большие, а эти-то, которые между ними пространство, все так же забивать, выставлять их, тут плотно будет. И она в плоту не будет жердь подходить. Потому что между ними уже тут целый слой идет. Надо проволока и дополнительные жерди. Вот такая мысль у меня. А это сейчас вот, если делать-то нечего, и дождя нету, очистить эти, подготовить жерди, которые лежат. Довести до конца. Убрать. А я там посмотрю, пройду. Кто у нас в Казьботе занимается? Юрий. Зайти вот на эту усадьбу Надежды Васильевны. И там, где проходить, пробить дорогу, чтобы не по мокрой траве идти. Пробить коридорчик. И там в огороде у нее там длинные, это я не знаю. Я проверю. Вот план такой. А улазить как? Ну, улазить будем. Хоть на себе, хоть как виси надо. Дорога-то направится. Сыплять за машину, только делала Роман. Все у меня. Так, опять. Даже простая коробочка, видишь, как она? Там места полно, но она с весом ноги. Это вот привычка такая, мы к этому привычку. Почему? Все вбито, все кружки, все. Так, ты мне приготовил, нет? Да, готов. Все. Так, я в пятницу сегодня вечером или завтра заберу. Все подготовлю. Работать здесь, знаете, только тогда, там нет работы. Или во время дождя, или вечером, или ночью. Тут уж сами решайте. Днем мы должны это сделать. Вас не будет, а еще сделаем мы. Там огород, и все остальное. Так, за дело. Я вижу, облаков нету. То ли бень хороший, то ли пахнет. Я сейчас чашку привезу. Которая гармония. Прогуляю. Поднимайтесь так, поднимайтесь. 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 Поднимитесь. Девушки отдыхают 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 Что мне нравится, я выясняю просто, цель пребывания коробки там. А это уже в табе, это уже все в табе, я просто вопросы задаю, кто навалил кучу вопросов, зачем это, зачем все, это вопрос просто. Спасибо. 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 Спасибо.